Ну, привет Вика! Так, давайте я вам сейчас расскажу вкратце. Значит, это квадроцикл бензиновый, четырехтактный, бензин 92-й, только 92-й заливаете, да? Мощность 125 кубиков, ну, я думаю, это для вас информация. Он заднеприводный, две выхлопные трубы здесь, тормоза передние и задние гидравлические дисковые, что очень хорошо. Соответственно, коробка здесь стоит автоматическая, то есть ничего выжимать не надо, просто нажали и через нейтралку, то есть вперед и назад. Да, я вам сейчас покажу, как все это работает. Видите, вам глазки в помощь. Это включена задняя передача, нейтралка, то есть заводить нужно только, запомни, только когда горит зеленая лампочка. Если ничего не горит, значит квадроцикл будет ехать вперед. Значит, смотрите, обращаю ваше внимание на следующую вещь. Это вот глушилка. Если у вас что-то не заводится, сразу обращайте на нее внимание, она должна быть отжата. Это все расходитесь. Понятно, да? Чека безопасности, то есть к руке, либо к ремню. То есть, если не дай бог чего, то есть он и глушится. Совершенно верно. Далее рассказываю. Брелок родительского контроля. То есть, пока она у вас привыкнет к габаритам, как управлять, вы можете себя контролировать, то есть вы можете остановить двигатель на ходу. То есть, он не станет как вкопанный. Он просто дун-дун-дун-дун. Все. Вот вам показываю, как папе. Механический ограничитель скорости. Болт. Тут гаечку откручиваете. Если вы его туда закрутите, то квадроцикл будет либо стоять, либо ехать очень медленно. То есть, вы выставляете ту скорость для ребенка, которую вы считаете для него безопасной. Все, то есть, закрутили и законтровали гаечку. Ничего здесь сверхсложного нет. Соответственно, что касается ТО. Откатайте максимум два полных бака. После этого вы меняете масло. Ну, там где-то пол литра уходит масло. Ну, покупайте литрочку для четырех тактиков. Вам это на два... А что там? Синтетика, полусинтетика? Полусинтетика, синтетика, там посмотрите, в зависимости от 5 ВД или 10 ВД. Ну, зимой там помягче, летом уже погуще. То есть, ничего здесь сложного нет. Внизу там есть пробочка. Просто открутить и закрутить обратно потом. Ну, слетить масло, конечно. А бензин куда? Вот. А, вот. А где масло у нас? Да, сейчас. Так, нет, масло у нас с той стороны. Да. Ага. Сколько там сходит-то грамм? Ну, грамм 500. Смотрите, некоторые просто берут, просто здесь дырку вырезают. Бывает такое. Я вижу. Ну, в принципе, вы не так часто будете это дело снимать. Я вижу это, куда заливать, а слив снизу. Да, совершенно верно. Смотрите, ваше внимание еще больше. Вот на эту штуку. Вот. Это фильтр. Нулевик, да? Угу. То есть, он должен быть всегда в чистоте. То есть, там по полю прокатилось, там что-то еще там грязь, а то дуванчик, все равно всякая ерунда может забиться. Угу. То есть, если он будет забит, то прекрасно должен понимать, да, что двигатель либо будет чихать, нестабильно работать, то есть, он должен нормально функционировать. А его как прочищать? Там просто хомутик. Отверек отворачивать, он снимается, да. Так. Можно под водой промыть под сильной струей, можно там, если есть там компрессор воздушный, да. Угу. Промыли, продули, просушили, поставили на место, все. Так, и вот, смотрите. Видите клавиши? Вверх-вниз. Угу. Когда на холодную заводите, поднимайте ее наверх. Угу. Куда вообще на холодную? Угу. Ну, летом, когда будет тепло, это не обязательно. То есть, это открывается заслонка карбюратора. Заслонка карбюратора. Заслонка карбюратора. Вот она. Она наверху должна быть. Она холодная. Заводишь на холодную, да, наверху. Потом прогревается вниз. Там буквально минуту максимум. А заводишь на холодную. Не обязательно. Когда заводишь, она должна быть наверху. Да. Когда холодная погода. Да. Наверху. Да. Заводишь, минуту поработала она у тебя, опускаешь и ездишь. Либо, может минуту не сжать, двигатель начнет, плохо работает. Да ты ее раз, нажала, все. И он уже стабильно работает. На самом деле, вот здесь инструкция. Здесь все четко расписано, как, что, чего делать. Значит, давайте начнем. Давайте. Приснимай, пожалуйста. Вот так вот. Так, помним, да? Зеленая кнопочка должна быть? Угу. Сначала, да? Все. А вы уже слышите, кто-то уже завел, пытается поехать, да? Для того, чтобы завести, то есть мы это сделали, нужно выжать любой тормоз. Да? Да? Для удобства, чтобы не держать, там, не тянуть кнопки, да? Можем поставить его вот, вот так вот, на стояночной. Угу. Вот находится кнопочка стартирования. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА